Депутаты городского округа Химки совместно с волонтерами, членами национальной азербайджанской автономии и жителями городского округа почтили память бойцов погибших на специальной военной операции, возложили цветы к кобелиску, отстоявшему отчизну и мемориалу защитникам Отечества. Сегодня мы сталкиваемся с новыми вызовами и угрозами. Фашизм опять поднял голову. Враг остался тот же, мы вновь должны объединить усилия в борьбе против него. После возложения цветов приглашенные гости направились в выставочный комплекс «Артишок», где прошло торжественное мероприятие в рамках проекта «Многонациональная Россия. Страна героев» и дня вневедомственной охраны Росгвардии. Для присутствующих подготовили выставку портретов участников специальной военной операции, а также показали документальный фильм. Мы увековечили их память и лет через 10-20 эти же герои, внуки, там внучки могут гордо, как сегодня мы своих дедов говорим, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Гордо мы говорим, что мой дед воевал, он был героем Великой Отечественной войны. И пройдут года, дети же и внуки этих героев будут гордиться. В ходе мероприятия гости почтили память сотрудника Пушкинского отдела вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии Дмитрия Федорова. Он был озвученным человеком, добрым, честным, справедливым. Вот это чувство справедливости, оно вот, когда началось, скажем так, конфликт, да, когда вот в Одессе сжигали людей, там в Доме правосоюза, он это все очень переживал и давно хотел уже, просто вот он служил, да, как бы у нас есть свои обязательства по службе, но он давно уже хотел, ну, как-то помочь, ну, вот и он ушел и погиб. В конце встречи семьям погибших героев подарили памятные подарки. Вильферд Зимковский, Новости, Химки ТВ.